Друзья, и мы плавно перешли к очередной теме, и она для меня представляет колоссальный интерес, потому что я не считаю себя компетентной в этой области. И это то, что мы назвали инъекции аппараты вместе по жизни. И мы пригласили наших коллег из компании Галдерма для того, чтобы наш главный врач нашей клиники, тренерской, с семью сертификатами, авторизованной производителями аппаратов, на одном профессиональном языке поговорил с коллегами, и я хочу вам представить их. Будьте добры, включите. Добрый день. Я хочу представить вам Александру, Александровну Бесчастную, мастера, коуча. Помашите нам ручкой, пожалуйста. Отлично. 15 лет в сфере консалтинга, управляющий партнер StepUp Consulting, и мы ждем от нее две очень интересные сессии, короткие, но тем не менее, я думаю, что они будут очень сжаты и полными. И представить вам Валерию Васильевну Бондаренку, авторизованного тренера, инъекциониста, доктора со стажем больше 10 лет. Вы знаете, мы всегда упоминаем, какой стаж у наших коллег, потому что, как мы из нескольких авторитетных источников сегодня получим информацию, доктор становится компетентным доктором только тогда, когда он имеет тот или иной опыт. И Диана Демидион, главный врач нашей клиники, тренерская, я с удовольствием ее представляю, наш обожаемый доктор. И давайте мы для того, чтобы отпустить Диану, потому что она является модератором целой сессии, давайте спросим ее как главного врача, собственно, как она относится к теме, теме мульти, не назову это дисциплинарной, это в рамках эстетической медицины, косметологии, но применение столь диаметрально разных по своей направленности техники, механизмов воздействия на биологические ткани и результатам методов инъекционных и аппаратных. Диана, вам слово. Спасибо, Нина Сергеевна. Я хотела бы, наверное, с такой маленькой сообщением разделить на бизнес-часть и разделить на про клиническую, как врачи видят, насколько мы это искренне используем, насколько мы получаем хорошие отзывы от наших пациентов, и тогда будет все понятно, мне кажется, пазл сложится. Если мы говорим про потребность в сочетании аппаратных методик и инъекционных, конечно, потребность будет расти. Мы все знаем, что эту систему любви и познания аппаратных технологий было табу на совмещение в одну процедуру инъекционных технологий и аппаратов, и с каждым годом мы видим, что границы расширяются, коридор расширяется. Мы пробуем сами какие-то ноу-хау технологии, мы используем опыт наших заграничных коллег, и сейчас, наверное, последние два года это стало нашей обычной практикой. Четко понимаем, какому пациенту мы можем назначить эту процедуру. Я, наверное, действительно горжусь тем, что, например, в технологии фотофракшн, когда в одну процедуру мы делаем и IPL, и не влитийный фракционный фототермолиз, или комбинируем с скин-бустерами, с препаратами Рестилайн Витал, мы не получили ни одного побочного эффекта, ни одного осложнения. Это говорит о высокой степени безопасности, а это основное. Дальше наслаивается, да, то есть человек должен быть счастлив и доволен тем, что он находится в зоне комфорта, мы не нарушаем его жизненных планов, но следующий этап потребности – это, конечно, эффект. Достоверно известно, и были такие исследования, и мы на самом деле проводим исследования в сочетании фотофракшна и комбинируем с препаратом Рестилайн Витал, это то, насколько, например, увеличивается реабилитационный период. Вот ответ – уникальный и, наверное, неожиданный реабилитационный период не увеличивается. То есть получается, что нам нет необходимости скромничать, бояться. Мы делаем эти процедуры, потому что они достоверно улучшают конечный клинический результат, и пациенты, конечно же, будут видеть не только изменение текстуры кожи, уменьшение морщин глубины, и у некоторых полностью могут выйти морщины от процедуры фотофракшна. То есть визуально это действительно панацея для пациентов, нечувствительная к ботовому токсину. Мы видим, что… Я даже, наверное, разделила на три группы пациентов, для кого мы будем делать процедуру комбинации. Это пациенты с постакне, когда им нужен фотофракшн, но мы понимаем, что кожа подкожная жировая клетчатка составляет как бы определенный субстрат подпаянный, да, то есть фиброзная структура не дает подняться рубцу за счет того, что воспаление уходило в подкожную жировую клетчатку. Что мне нужно сделать? Я использую рестилайм витал как процедуру инцизии. Плюс ко всему я создаю депо для гиалуроновой кислоты, которая будет биодеградировать длительное время. Это не вода, вы понимаете, да, что я пациенту говорю, что это не филлер, но и не биревитализация. Это более сложный препарат, и он будет мне давать пролонгированный результат. Следующую процедуру я буду делать через два месяца. Это допустимо из позиции компании Галдерма, да, то есть в промежуток. Но вместе с тем, вот это сочетание дает мне не только клинический результат через неделю, вы понимаете, он может быть, а потом он может немножечко спадать. Наоборот, применение скинбустера, пролонгировать клинический результат применения лазеров. Вторая возрастная группа, точнее клиническая группа пациентов, это возрастные пациенты, у которых мы уже знаем, да, по соотношению количества гиалуроновой кислоты, процент снижения в каждой возрастной группе. И фактически мы сделаем как заместительную терапию. Плюс при изменении структурных жировых пакетов, истончении кожи, я получу тройной эффект. Фототерапия будет прогревать глубоко кожу подкожно-жировой клетчатки, связочный мышечный аппарат. Необляция мне будет давать глубокую реструктуризацию дермы, а скинбустер мне будет давать гиалуроновую кислоту, которая точно также находится в дефиците. Поэтому я фактически закрываю полностью вообще весь эстетический пул потребностей у пациента. Ну и такой уже, наверное, из жизни, поскольку пациенты приезжают со всей страны, неважно, я сделаю эту процедуру, и я спокойно отпущу пациента в тот же день на самолет в Сургут, Чеченская Республика, Калининград, Витропавловск, Камчанск. Ты делаешь процедуру, и через 2-3 часа пациент садится в самолет и уезжает, и он через неделю абсолютно счастлив. А теперь про бизнес. Небольшая ремарка. Мы посмотрели, сколько сделано процедур, если возможно и в деньгах, и в количестве. И за год в Академии косметологии премиум эстетик мы провели 2000 процедур IPL терапии, это монофототерапия. А по выручке это около 15 миллионов рублей, это только аппарат IPL, моноблок. Ресерф-FX проведено 1000 терапия, и, соответственно, у выручки это 1 миллион. Но вместе с тем, например, Рестилайм Витал мне дал такой же миллион дополнительно в кассу при сочетании с фотофракшеном. То есть он мне и подтягивает, и клинические результаты получают удовлетворенность пациентов, ну и, соответственно, мы получаем гораздо более такой хороший, адекватно выраженный чек. Самое главное, что, еще раз хочу подчеркнуть, ноль осложнений. Ни одного пациента я не видела с какими-то нежелательными последствиями. То есть если я хочу спокойно спать, если пациент хочет спокойно спать, но он хочет какой-то вау-результат, который не дается и не получается на других инъекционных или аппаратных технологиях, это процедура такой тройной сэндвич. Фото Рестилайм Витал и необлитивный фракционный фототермолиз. Реабилитация. Буквально 2-3 дня отек, а потом ты уже, соответственно, нравишься себе, и через 7 дней у тебя выражены, ну, можно посчитать годами, насколько твоя кожа преобразилась, и, конечно, коэффициент удовлетворенности пациентов максимальный. Процедуру можно повторять через месяц, через полтора, через два, но некоторые пациенты настолько довольны, что они, например, говорят, что я хочу делать раз в полгода. То есть их устраивает пролонгированный результат. Это не результат пустышка, когда на отеке ты себе нравишься, а потом ты, в принципе, возвращаешься к какой-то исходной точке. Вот это у нас отсутствует. Диана, у меня вопрос к вам. Прекрасно рассказанная история, но есть ли у вас документация, которая бы показывала эти результаты? И где это можно посмотреть? Ну, посмотреть можно на сайте Академии косметологии премиум эстетик. У меня есть мой инстаграм. Каждый день я практически выкладываю как раз пациентов после процедуры фотофракшн. Они дозревают каждый раз. Это, знаете, как тесто, которое стоит на плите. Его надо просто немножко подождать. Вот. И пациенты очень хорошо ориентируются. Под каждой фотографией у нас есть четкое описание, что это такое, какая реабилитация. Для практикующих специалистов я специально пишу рецепты, параметры, потому что я, конечно же, хотела бы, чтобы технология была популяризирована, чтобы ее можно было исполнять в любой клинике, которая работает на оборудовании компании Luminis. Она должна быть воспроизводима, контортизирована и давать одинаково идеальные результаты, на мой взгляд, лучшие сейчас, то, что есть в аппаратной косметологии с точки зрения синергизма, это, конечно же, М22, ресерфы, и препараты Skin Booster. Но эту технологию, я считаю, что врач должен воспроизводить в любом городе, в любой клинике, работать на нашем оборудовании. Поэтому мы, как специалисты премиум эстетик оказываем поддержку в этом вопросе. А у меня вопрос к Валерии. Что бы вы хотели добавить? Или что-то вы можете нам дать в качестве дополнительной информации? А потом у меня будет к вам обеим вопрос, а где же можно научиться таким сочетанным методикам? Потому что пока это два разных тренера, две разных системы, и, может быть, вы где-то и проведете какой-то совместный курс для тех, кто хочет учиться. Спасибо большое. На самом деле, такой опыт применения есть совместного и в нашей клинике. Мы сочетаем необъективные методики омоложения со Skin Booster в одну процедуру. Безусловно, также эффективно мы работаем с пациентами с рубцами постакна, когда мы добиваемся с помощью лазера хороших результатов, но все равно, как показывает практика, эти пациенты, они хотят идеально гладкую кожу, и мы как раз, подключив Skin Booster после курса лазерного лечения рубцов, можем добиваться очень классных, стойких, выраженных результатов. Сессия, посвященная именно сочетанию Skin Booster с лазерными методиками, что, как, в какой последовательности будет в три часа, там я более подробно расскажу, опираясь уже на крупномасштабные международные российские исследования. По поводу того, где можно пройти обучение, ну, в нашей сети, например, есть E-Calm Академия, то есть Академия лазерной медицины, на базе которой мы проводим такие обучения с выдачей сертификата государственного образца, с начислением баллов, на МОО, поэтому всю подробную информацию можно узнать на портале E-Calm.info. Отлично. А теперь давайте зададим всем нашим участникам вопрос. Для того, чтобы выбрать правильную тактику, правильный подход, правильную программу, договориться с пациентом, получить его согласие и пойти вместе с ним трудиться над улучшением своей внешности, какие есть техники, приемы, рекомендации? И задаем этот вопрос Александре. Коллеги, спасибо вам большое за такую интересную информационную подводку для меня, потому что я человек исключительно из мира бизнеса, я мыслю цифрами. Если говорить о взаимодействии врач-пациент, то здесь очень важна правильная коллаборация, простроенный альянс, альянс, в котором и врач-пациент вместе определяет тактику ведения пациента, те процедуры, которые планируется ему провести, именно следуя системному подходу процедур. Поэтому, в частности, если говорить обо мне, о моем понимании, то это в первую очередь та программа оценки лица, о которой я немножечко позже буду говорить, и как раз особенности психологического взаимодействия врач-пациент. Почему? Потому что очень важно помимо профессионализма врача, как врача-доктора с медицинской точки зрения, очень здорово быть хорошим психологом и уметь находить вот эти общие точки соприкосновения с любым пациентом, который приходит за помощью, за желанием стать еще более красивым, красивой. Поэтому мы поговорим также о такой технологии, которая называется технология инсайдс, позволяющая действительно на психологическом национальном уровне простроить эту взаимосвязь, этот альянс. Я ответила на вопрос, Нина Сергеевна. Да, было бы очень интересно услышать об этих технологиях. Да, мы поговорим об этом, мы поговорим об этом, вот вместе дискутируя, я так полагаю, с Валерией, потому что Диана скажет, я так понимаю, что Диана покинет нас сейчас, да, мы с Валерией останемся, поэтому у нас будет такая дискуссия. А давайте мы зададим вопрос Диане, пока она нас не покинула. Конечно, я слушаю. Вот у меня есть из зала вопрос, где можно посмотреть и освоить сочетание в одну процедуру. Конечно же, у нас есть школы, мы сегодня будем анонсировать с Еленой Барановой те школы, которые уже прописаны, есть расписание. По опыту предыдущих школ, это основная, конечно, тематика школы Luminis, это школа, которая дает возможность смотреть аппаратные методики, изучать аппаратные методики на моделях и комбинировать как раз с препаратами Skin Booster или с препаратами линейки Restylane. Эти школы позволяют практически поработать врачам с огромным количеством моделей, мы сами верим только в силу практики, потому что теория это хорошо действительно первые, наверное, годы, когда нужно накапливать интеллектуальный потенциал, но потом это все должно конвертироваться исключительно в разрез врач-пациент, и мы действительно в это верим, делаем огромный такой батл из постоянного потока клинических моделей в момент обучения, и вы, соответственно, сможете сами поработать с моделями, понять, кому нужно делать это сочетание, кому это сочетание делать не нужно, или нужно будет делать потом. Вся информация по школам будет размещена на сайте учебного центра Ланжевити, и также остальные школы, которые будут прохожены на тему дерматологии, лечения роза, лечения гиперпигментации, многие другие патологии. А бывают ли у вас выездные индивидуальные обучения на месте, в клинике, неважно, в каком городе она находится? Конечно, мы передаем опыт, тоже, опять же, делаю акцент на минимальное количество теории, потому что, если это продвинутые специалисты, у которых в том числе есть многолетний опыт работы на системах сосудистой лазеры, IPL-технологии, то для нас интересно показать видение особенностей кожи на данном пациенте, правильно поставить диагноз. Все ошибки идут от основных таких китов. Это неправильно выбранный фототип, неправильно поставленный диагноз и не понимаем возможные лазеров. То есть, мы должны скомпилировать момент обучения для специалиста, эти три основы соединить в одну концепцию, на каждом пациенте, даже не на каждом пациенте, каждый пациент это вселенная. Одна основа будет на лице, другая основа будет на шее, третья будет на животе, на ягодицах. У нас богатый выбор оборудования в клиниках, он тоже богатый, есть IPL, есть неаблютивные, есть аблютивные лазеры, есть возможность комбинировать. И мы должны понимать, что, например, мы можем сделать IPL-терапию на кисти рук и сразу поставить препарат Skin Booster, это будет красиво, поэтому мы делаем выездные обучения для врачей практикующих, продвинутые уровни, на которых мы уже, конечно, отрабатываем все эти практические навыки, которые мы сегодня. С точки зрения врача, где выше эффективность, когда врач приезжает к вам на продвинутый курс, или когда тренер приезжает в клинику, где есть неограниченное количество пациентов? Ну, конечно, когда врач приезжает в клинику, это интереснее, потому что наши пациенты, например, у нас больше дерматология, в клинике у врачей может быть больше эстетики, наши пациенты очень разные, в каждой клинике, вы понимаете, это определенный и социальный уровень разный у пациентов, психологический разный уровень, где-то это психотип подружки, с ними одна история общения, когда они модели, то есть это полное доверие, пациенты не понимают, что с ними сделали, но они абсолютно счастливы, следующий такой психотип настороженный, с ними очень сложно работать, какие-то моменты на них очень сложно отрабатывать, потому что они не знают, нужно ли им это, и я думаю, что Александр Лучшев в этом вопросе разбирается, да, и поэтому мы описываем предварительно, какие мы хотим видеть нозологии, и чем более страшные нозологии, в кавычках, тем интереснее будет обучение, вот, ну и соответственно, конечно, правильно подобрены психотипы, пациент должен понимать, что он находится под контролем в зоне безопасности, что у него действительно сложная проблема, но мы эту проблему стопроцентно гарантированно решим, плюс ко всему, конечно, вы будете подбирать именно тех пациентов, с которыми вы потом будете работать, мы покажем, как конвертировать процедуры, ну, наверное, на вот просто, если есть возможность, одна секунда, как пример, самая частая ошибка, ну, не ошибка, наверное, это тоже особенности наших обучений, мы делаем акценты на основные части тела, в нашей клинике, например, мы работаем на IPL-терапии на всех участках тела, мои пациенты делают все участки, голени, ягодицы, спина, и это нон-стоп вот такой вот конвейер, то есть я хотела бы, я вижу так, я знаю точно, что это самые полезные процедуры, которые возможно провести процедуру пациенту, и мне хотелось бы, чтобы каждый врач не воспринимал IPL-систему, как систему, которая только прекрасно удаляет сосуды, или только удаляет пигмент, это система, которая стабилизирует качество кожи, полностью профилактика возможных проявлений фотохронно-старения, но для того, чтобы передать эту концепцию, эту философию, мне нужен, конечно же, пациент, с которым вы потом будете работать, и я, конечно же, постараюсь объяснить этому пациенту, что теперь это процедура на всю жизнь, 6 процедур в год на всех участках тела, и если в этой химии, магии произойдет, пациенту, врачу, практиковающему, конечно, будет уже легче работать с этим пациентом, когда будет такой консилиум и консолидированное мнение. Сколько примерно процедур в месяц, Диана, вы лично проводите в клинике в месяц? Вот сколько? Ну, вот сколько? Это неприличное количество. В день фототерапия, если мы можем говорить про цифры, Да, в день фототерапия, я делаю около 10 пациентов на М22, там может быть и комбинация с ресерфами, может быть, комбинация с скин-бустерами, это обязательно, и по кассе, по количеству денег, это минимум 150-200 тысяч, то есть IPL, тело, лицо, стоит 10 тысяч рублей, лицо шейда, кальте, это 20 тысяч рублей, и, соответственно, даже если это 5 пациентов, это уже 100 тысяч рублей, но при всем при этом я хочу сказать, что это самая, наверное, благодарная процедура, я не знаю другой процедуры, которая была бы не аблитивная, не коагулировала, не вызывала какую-то очень сильную реабилитационную модель, да, последующую, но при всем при этом это процедура, которая единственная, на мой взгляд, включает 100% сарафан, поэтому мы делаем это основа, когда пациент к нам приходит, мы объясняем, что вы не можете продолжать жить с аппаратной косметологией, как-то дружить, если у вашей жизни не будет фототерапии, поэтому 4 процедуры мы обязательно делаем, и в сумме получается, конечно, более тысячи пациентов за месяц, то есть выручка на IPL это около двух, ну вот в моей, по крайней мере, около двух миллионов рублей в месяц. И последний вопрос перед тем, как вас отпустить, какие приемы вы используете для диагностики и документирования вот в ходе этих процедур, для объективизации результата? Это ритуал. Мне очень повезло, что у меня есть ассистенты мои, медсестры, которые делают все по протоколу, делают прекрасный демакияж, потому что я не воспринимаю, когда пациент в пудре и фотографируется, это какая-то история про маску, да, потом у нас идет фотографирование на аппарате антера, мы смотрим залегание пигмента, мы смотрим количество сосудов, и вот это документирование на аппарате PhotoFinder, это очень удобно, я могу сейчас посмотреть за одну секунду первичную фотографию пациента, например, с 18-го года, 17-го года, и я не буду искать, ну, просто все спрашивают, все то же самое можно на айфоне, возможно, то есть если я хочу, например, найти старую фотографию, которая у меня случайно не оказалась в PhotoFinder, это занимает у меня, например, полчаса на PhotoFinder, это занимает 30 секунд, мы понимаем, что мы работаем с большим потоком людей, и, конечно же, время, если умножить на 10, это я фактически половина дня просто бы искала эти прекрасные снимки, плюс качество, нет ничего более обидного для врача, когда ты сделал невероятный результат с одной процедуры, пациент невероятно влюблен, счастлив, он не ожидал, ты в 10 раз превзошел его ожидания, а фотографии, ну, это прям слезы, и ты понимаешь, что ты сам виноват, наверное, виноваты дефекты организации работы, потому что это, конечно, наше портфолио, наши технологии, о том, что они не просто работают, они работают великолепно, золотой стандарт, после фототерапии я могу отфотографировать пациента, я не знаю другую систему, которая давала бы при умеренной или отсутствующей реабилитации глобальные изменения качества кожи, лифтинг, уменьшение глубины морщин, выравнивание цвета, и вообще просто изменение трехмерного объема ткани, поэтому это стоит того, чтобы документировать на профессиональном оборудовании. Если сейчас Диану не остановит, она нам не оставит времени. Спасибо большое, я желаю вам прекрасного дня в вашем зале. Ну, хорошего. Спасибо. И тогда мы плавно переходим к подходам рекомендованной компании Галдерма о выборе и правильного общения с пациентом, и, самое главное, оценке лица. Почему я спросила о диагностике, чтобы понять, а как вы рекомендуете это делать? Ну, например, когда в клинике нет точного диагностического оборудования, и трудно пациенту объяснить ту тактику, которую вы ему предлагаете? Я могу начинать? Конечно, да? Замечательно. Действительно, очень хорошая преамбла, опять же, к моей части, потому что, когда нет таких возможностей, о которых говорила Диана, есть как раз программа оценки лица, разработанная компанией Галдерма. Коллеги, я думаю, что будет нам приятнее, если я сейчас и понятнее, если я включу презентацию слайдов, потому что будет идти информация и визуальная поддержка, она всегда облегчает восприятие информации. Буквально секундочку. Диана озвучила такие цифры, бизнес-показатели в своей истории в 2000 проведенных процедур, 15 миллионов рублей и ноль осложнений. По сути, это то, к чему может стремиться любая клиника. К чему она стремится? Она стремится, первое, а, к довольным пациентам, пациенты, которые возвращаются в клинику, что очень важно. И третий, очень важный момент, помимо того, что они возвращаются, они еще и рекомендуют клинику своим близким, родным, друзьям, просто коллегам. Поэтому мы говорим о том, что клиентская база это то, чем может гордиться клиника. И очень здорово, когда в этой клиентской базе есть постоянные клиенты, есть приверженцы, которые как раз регенерируют основную прибыль клиники. И вот как раз компания Галдерма разработала такой инструмент, который называется программа оценки лица, позволяющий как раз действительно такую устойчивую клиентскую базу, приносящую прибыль, сформировать клиники. И, коллеги, позвольте, я сейчас покажу следующий слайд, на котором будут цифры, цифры, которые были получены в ходе исследования, которое было приведено компанией Галдерма, на предмет удовлетворенности современными методами и стандартами проведения процедур. Цифры получились следующие, что 52% пациентов сменили клинику после первой процедуры, 40% были лишь отчасти удовлетворены, поскольку рекомендации и результаты не полностью совпадали с их ожиданиями, и лишь 26% пациентов проходили курс комбинированных процедур. Результаты оказались неудовлетворительными. И Галдерма, компания Галдерма решила как раз разработать программу оценки лица, которая позволила бы вот эти вот слабые точки зоны закрыть. Пациент должен вернуться в клинику, безусловно, он должен быть удовлетворен теми процедурами, которые были проведены. И замечательно, когда это не какие-то единичные процедуры, а эти процедуры в системе, более того, это комбинированные процедуры. Вот как раз программа оценки лица и была предложена, и как следствие была запущена, то есть была пробирована. И вот как раз следующий слайд, и сейчас мы на этом слайде будем как раз с Валерией дискутировать, потому что я больше такую бизнесовую часть представлю, а Валерия уже прокомментирует с точки зрения врача, как это работает. Первая часть программы оценки лица, она как раз направлена на то, чтобы пациент поработал с анкетой, с анкетой, в которой есть три очень важных момента. Первое, это те предыдущие статические процедуры, которые были уже проведены, это очень важная информация, которую необходимо знать врачу. Второе, мне как психологу, для меня наиболее интересный момент, это мотивация обращения в клинику, потому что все пациентки обращаются со своим мотивом в клинику. Кто-то хочет нравиться окружающим людям, кто-то хочет нравиться в своих собственных глазах, кому-то просто важно выглядеть на все 100, и вот эти моменты, нюансы как раз отражаются в разделе, который имеет отношение к мотивации обращения в клинику. И, безусловно, это ожидаемые результаты процедур. Очень важно, чтобы ожидания и результаты у пациента состыковались, и те цифры, которые мы видели, там порядка 40% удовлетворенности, они были максимально снижены. Поэтому у пациента есть возможность задуматься в течение 5 максимум 10 минут и поработать с этой анкетой. В реальной жизни это занимает минут 5-7 для заполнения. И вот теперь я передаю слово Вареле, потому что здесь очень важно послушать мнение врача, а насколько вообще эта анкета для предварительной консультации, она реально помогает дальше врачу, когда врач видит перед собой пациента. Спасибо большое. Ну, анкета является неотъемлемой частью, по крайней мере, моей работы, потому что она позволяет структурировать консультацию еще не в виде пациента. Я представляю некий аватар этого пациента, кто пришел на консультацию, зачем, как хочет получить, какой результат. И я предлагаю более подробно остановиться на каждом из этих пунктов, потому что они имеют для доктора, для практикующего доктора очень важное значение. Предыдущие эстетические процедуры. если я вижу, что пациент ранее выполнял уже элекционные, лазерные процедуры, то у меня, как у доктора, сразу же в голове возникает вопрос, а почему, если пациент проводил процедуру в другой клинике у другого доктора, почему он в настоящее время обратился за этим ко мне, к нам в клинику, и этот вопрос, который я задам, наверное, в самом начале, одним из первых, когда мы познакомимся с пациентом и уже начнем непосредственно общение в консультативном кабинете. Что еще полезного можно найти и взять из этого пункта? Ну, если, например, пациент ранее никогда не обращался в клинику эстетической медицины и не проводил никаких процедур, то, соответственно, консультация для этого пациента будет строиться немножко по-другому, нежели для пациента с определенным опытом. Здесь я, как доктор, буду понимать, что мне надо сделать акцент на механизме действия, на том, какой эффект, когда он наступит, какой будет реабилитационный период. И, наверное, меньше времени у меня уйдет на эту часть, если передо мной будет уже пациент с опытом, и в зависимости от потребности уже опытного пациента я буду делать акцент и ставку на том, чтобы все-таки обрисовать ту картинку, к которой мы придем, от комплекса процедуры и какими способами. Если мотивация обращения в клинику также очень важный пункт, и он на самом деле, я думаю, что мы все практикующие доктора немножко стали психологами, потому что в этом пункте отражается суть. Мотивация обращения, она может быть внешне, она может быть внутренне, и самым нормальным, скажем так, ответом на вопрос, для чего вы делаете, почему вы пришли в клинику и планируете проводить процедуры, обычно является ответом, что я это делаю для себя, но здесь тоже надо проявлять определенную осторожность, так как если в следующем вопросе пациент отметит, что он беспокоится по поводу своей внешности 20 и более раз в суток, то мы понимаем, что перед нами пациент с так называемым селфи-синдромом, который неадекватно воспринимает свою внешность, и даже любые самые качественные, самые классные процедуры с хорошим результатом, которые будете видеть вы, ваши коллеги, не дадут удовлетворение этому пациенту. Очень часто бывает ситуация, что пациент обращается в клинику за тем, чтобы привести себя в порядок, улучшить свой внешний вид, перед каким-то важным событием, и тогда, безусловно, если пациент ставит галочку в ответе именно таким образом, то я как доктор буду понимать, что пациенту нет смысла рекомендовать, например, здесь и сейчас какие-то процедуры, требующие курсового проведения, что пациенту требуются процедуры, которые дадут здесь и сейчас результаты, и достаточно короткие сроки без реабилитации. Очень часто также обращаются в клинику пациенты, которые хотят сделать, улучшить свой внешний вид, чтобы порадовать своих близких, своих любимых людей. С этими пациентами тоже надо быть крайне осторожными, и в ряде случаев консультация, когда пациент отмечает, что он делает это для кого-то, может закончиться тем, что вы попросите, может быть, пригласить на повторную консультацию того человека, чье мнение прямым образом влияет на восприятие и на то, как человек относится к себе, к своему внешнему виду. Буквально недавно у меня на консультации была пара, муж с женой, муж привел жену для того, чтобы внести определенные коррективы в внешность жены, и фактически вся консультация была построена на том, что с мужем проводилось именно общение по тому, какой результат, каким способом, сколько это будет стоить, такие случаи в практике тоже бывают. Иногда, если перед нами пациент с расстройством именно восприятия себя, то зачастую, может быть, даже есть смысл таким пациентам отказывать, в принципе, в проведении процедуры, но поскольку мы отказать не можем, естественно, мы ищем какие-то медицинские противопоказания в проведении данной процедуры и аккуратненько пациенту говорим о том, что мы, к сожалению, не можем выполнить эту процедуру. Ожидаемые результаты процедуры здесь, на этом этапе пациент, опять же, мы оцениваем, насколько пациент реалистично относится к тому результату, за которым он пришел. Иногда пациенты приходят и отмечают, что я хочу выглядеть на 20 лет моложе, но мы понимаем, что мы с помощью косметологических процедур, лазерных, инъекционных, даже комбинации этих процедур не сможем прийти к какому результату, и здесь надо разбираться, либо пациенту надо направлять на консультацию к смежным специалистам, пластическим хирургам, или все-таки пациенту лучше под предлогом того, что у него есть противопоказания, отказать в проведении процедур. Опять же, ожидаемые результаты процедур, мы понимаем, как пациент хочет получить быстро или готов на курс процедур, и каким способом, с реабилитационным периодом или нет. Валерия, благодарю за такие хорошие примеры, которые вы привели, и главное, показали, как это работает в практике врача. И получается, наша первая часть, как раз вот эта предварительная консультация, анкета для предварительной консультации позволяет структурировать консультацию, и дальше мы можем переходить уже на следующий этап, когда мы непосредственно говорим об оценке лица, который делается совместным врачом и пациентом. И вот как раз вторая часть, вторая ступень программы оценки лица, она как раз непосредственно имеет отношение к тому, насколько первая А, пациент сам себя оценивает по тем критериям, которые мы сейчас видим, и Валерия сейчас прокомментирует, как это работает, и мнение врача. И вот здесь очень важный момент, чтобы мнение врача и пациента, они синергично друг с другом состыковались, чтобы было принято единое понимание решения, как мы дальше будем работать и какие процедуры далее в индивидуальный план развития мы будем вносить. Поскольку основная цель это альянс, это коллаборация между врачом и пациентом, второй этап принципиально имеет значение для того, чтобы действительно этот альянс сложился. Я думаю, что сейчас будет правильнее, чтобы Валерия прокомментировала, поскольку опять же очень важно мнение практического врача и как это работает на практике. Второй этап программы оценки. Если говорить про шкалу оценки лица, то хотела бы начать с того, что эта шкала была создана в коллаборации врачей, косметологов, лазеротерапевтов с психологами. То есть вот эти критерии красоты, пять штук, которые вы видите, состояние кожи, форма лица, контуры и пропорции, симметрия лица, а также мимика, к которым относятся статические, динамические морщины, это пять критериев красоты, которые не меняются ни в зависимости от возраста пациента, ни в зависимости от генторной принадлежности. То есть они одинаковы и подходят как к мужчинам, так и к женщинам, как к пациентам более молодой возрастной группы, так и более старшей возрастной группы. И безусловно, что здесь важно? Важно, как уже Александра отметила, это то, что эта шкала заполняется уже на консультации совместно. Не так, что доктор берет и без учета мнения пациента ставит по своему мнению, по своему видению оценку по этим шкалам, а именно совместно. Это диалог, это обсуждение. Это очень интересный, классный инструмент, за которым будущее, которое уже активно используется во многих компаниях, это так называемое вовлечение пациента в процесс лечения, в процесс назначения, то есть пациент в своем роде управляет этими процессами и благодаря заполнению этой шкалы оценки лица пациент четко понимает на каждом этапе, почему доктор сделал те или иные назначения. Особенно это актуально для тех пациентов, когда женщина приходит, она раньше никогда не делала никаких процедур, она хочет порадовать себя, ну, к примеру, к юбилею, к 60-летию, и всегда у женщин, мне кажется, такое есть, Александра, я думаю, наверное, меня поддержит, что когда ты никогда в себя не вкладывал, не тратил на себя большие суммы денег, и когда ты начинаешь что-то делать, и ты не видишь немедленных, к примеру, результатов, здесь сейчас начинает гладать ощущение какой-то вины, жадности, а зачем я это сделала, зачем я потратила деньги, так вот, вот эта шкала, она помогает именно снять вот эти страхи, обосновать, что зачем, почему, и на этапе проработки этой шкалы пациент понимает, что если ему назначается, например, лазерный коллаген стимулирующий процедуры, для чего, почему, в дальнейшем рекомендуется инъекция, например, филеров, ботулинотерапия, и все вопросы, и возражения в будущем снимаются. Спасибо вам большое, Валерия, что вы сейчас обратили в этом части, в этой программе оценки лица, что здесь действительно очень хорошо прорабатываются страхи пациентов, особенно тех пациентов, которые до этого ни разу не пробовали какие-то эстетические процедуры, и действительно для них этот совместный диалог с доктором позволяет им осознанно подойти к тому, что будет в ближайшее время сделано. И вот как раз следующий этап, который мы продвигаемся по нашей программе оценки лица, это где мы уже обсуждаем индивидуальный план работы с пациентом, ведения пациента, тех процедур, которые будут пациенту проведены. И вот здесь такой тоже очень важный момент, мне кажется, что по ходу обсуждения плана ведения пациента еще обсуждается ценовой вопрос, опять же, да, то есть опять же это все делается в совместном диалоге, это делается в обсуждении, в дискуссии. И, Валерия, вот что бы вы могли здесь прокомментировать наиболее важные моменты именно с точки зрения практикующего врача? Ну, с точки зрения практикующего врача очень часто сталкиваюсь с тем, что коллеги, доктора не делают комплексные назначения, потому что они себя чувствуют продавцами. Они начинают читать деньги пациента, они стесняются делать комплексные назначения, а когда ты пациенту объясняешь, то есть на самом деле как врач делаешь назначение и объясняешь, почему аргументированно здесь нужна та или иная процедура с определенной последовательностью, периодичностью, то это снимает вот этот момент психологического блока у врача комплексным назначением, потому что все же исходит из врача, почему такие страшные цифры, что пациенты не проводят комплекс процедур, почему они не возвращаются, не возвращаются, потому что не видят полноценного результата. И врач от этого испытывает дискомфорт, и пациент. Так вот, это снимает психологический блок с доктора, когда все четко аргументировано, проговорено, что, зачем, когда пациенту комфортно, потому что опять же пациент хочет понимать, сколько будет стоить в итоге все эти комплексные назначения. Это помогает распределить финансовую нагрузку, то есть человеку уже легче, проще, так как он ориентируется в том, что ему сделали. И здесь всегда есть возможности, вариации для изменения этого плана, внесения правок, изменения очередности. Ну, это классная штука, работающая. Таким образом, вся консультация четко структурируется по этапам, на каждом этапе есть свои ключевые задачи, которые врач и пациент решают совместно, и, соответственно, пациент уже в ходе общения консультации с врачом, потратив, уделив определенное время этому общению, взаимодействию, налаживается тот самый контакт, который принципиально важен в дальнейшем при работе с пациентом. Проще говоря, доверие, доверие, которое формируется между врачом и пациентом, равно как между пациентом, так и клиникой. И я предлагаю сейчас уже перейти к такой психологической части нашего общения, как раз про те самые психотипы, о которых и говорила Диана в своей части. Валерия, вы отчасти затронули опять вопрос психотипов. И я предлагаю сейчас более подробно об этом поговорить и тоже подискутировать. А у меня есть вопрос из аудитории Александра. Знаете, как он звучит? Наши врачи не справляются с подходом психотерапевтическим в плоскости врач-пациент. Как их научить? Вот это то, о чём вы сейчас будете говорить. То есть я сейчас постараюсь очень понятно, очень просто объяснить, как найти подход к пациенту в зависимости от его психотипа, в зависимости от того... с вами 10 минут для этого. Я наблюдаю за временем, Инна Сергеевна, слежу. И у нас на это 10 минут. Коллеги, маленькая преамбула, чтобы было понимание, весомость и информация, о которой я сейчас буду говорить. Значит, та система психотипов, которая сейчас будет представлена, она была разработана как раз Карлом Юстовом Юнгом, чтобы мы с вами понимали, что является основой и базой для нашего с вами разговора. Поэтому технология, о которой я сейчас буду говорить, она абсолютно научно выверена, доказана и позволяет нам в то время, которое есть у врача, ограниченное, максимально лучше понять и наладить эмоциональный контакт с пациентом. И вот как раз мы об этом сейчас будем говорить. Тем более, что уже и Диана об этом отчасти сказала, Валерия. Человек — это вселенная, с этим сложно поспорить. Каждый из нас это уникальная система, это уникальная вселенная. При этом нам важно понимать, что существуют определенные поведенческие индикаторы, по которым мы можем психотипы нашего пациента. В этой технологии все психотипы пациентов, они делятся по цветовым сегментам. Красные, желтые, зеленые и синие. Вот даже просто ориентируясь на ассоциативный ряд красного, уже можно представить себе такую пациентку, как она себя проявляет в кабинете у врача, у доктора и как она себя позиционирует. Такие пациентки, пациенты знают, чего хотят, и они же в принципе приходят с очень готовым запросом в клинику. Им очень важен статус клиники и очень важен профессионализм врача, с которым они будут работать. Очень важный момент. У них есть свое представление об идеальном состоянии лица, кожи, и пытаться их в этом переубедить или привести примеры каких-то авторитетных других лиц икон, это табу в общении с такими пациентами. Абсолютно нацеленный на результат, и хотя, чтобы этот результат был максимально очевиден, после проведения процедуры. И что очень важно для таких пациентов, лицо, ухоженное лицо, это признак успешности. В этом сегменте большое количество находится женщин, мужчин, я их условно называю предприниматели, бизнес-заточенные люди, которые ценят свое время и хотят, чтобы их время, и время врача, соответственно. Поэтому такие пациенты требуют к себе очень четкого конкретного подхода и очень важный момент в консультации с такими пациентами. С этим пациентом нужно идти на одном уровне в эмоциональном контакте, но при этом как бы на полшага чуть-чуть назад, чуть-чуть, потому что они очень четко чувствуют, когда над ними начинают давить, вот это доминирование излишнее происходит. Поэтому как бы пациент решает сам, но при этом рядом находится врач, который очень четко, профессионально задает определенные индикаторы ведения такого пациента. Валерия, можете что-то прокомментировать по поводу работы с такими пациентами? Вы знаете, это как раз те пациенты, которых у меня больше всего так как-то сложилось, как мне кажется у каждого доктора. Я уже успела прочитать просто все остальные характеристики других пациентов, все равно преобладают это или иные пациенты. У меня как раз преобладают такие красные пациенты. У нас вот случай последний в клинике, что была такая пациентка, она и есть, продолжает ходить, она обошла всех докторов, но она оставалась неудовлетворена ни из-за того, что ей некачественно сделали процедуру или что был низкий уровень сервиса. Именно она искала доктора, который будет четко по делу, без воды, как она говорит, конкретно с ней работать. И вот как-то все доктора так плавненько-плавненько на меня ее переориентировали. Сейчас мы с ней работаем и опять же из общения таких пациентов тоже могу сказать, что они давят врачей. Если врач недостаточно харизматичен, не имеет опыта работы с таким пациентом, ему будет сложно, пациент его будет подавлять и возникнет просто диссонанс. Благодарю за такую яркую пример. Хочу перейти к следующему типу, тем более, что Валерия, вы уже этот тип обозначили, как раз тот тип, для которого свойственен селфи-синдром. Вот они желтые. Вот они желтые, которые невероятно обаятельны, общительны, они очень громкие, их уже слышно где-то за кабинетом врача, о том, что он уже заходит в клинику, соответственно, пытается со всеми установить контакт. Это вот, как говорится, вау-эффект, вот нужен именно этим пациентам. Самые последние инновационные технологии, какие только есть. Хочу скулы, как ум, как раз, да, вот здесь как раз очень важны авторитеты и очень важны яркие образы. Смотрят на себя глазами своего окружения, им очень важно признание окружающих людей. Нравится, важно людям. Как правило, такие пациенты сразу хотят задружиться с врачом. Это в контакте очень ярко проявляется. Они пытаются быстро дистанцию сократить. Они могут попросить личный телефон доктора. Они будут писать на WhatsApp и так далее. То есть это люди, которые постоянно хотят находиться на территории внимания врача. Важный личный контакт с врачом. И в конце консультации запрос на процедуры может меняться. Вот это самая интересная вещь. Чем сложность работать с такими пациентами? Они приходят с одним запросом. В ходе общения с доктором запрос может принципиально кардинально поменяться. И вот в общении с такими пациентами очень важно вместе финально как раз определить тот комплекс процедур, который необходимо сделать. У них есть такой момент чисто психологический соскальзывание. Они могут даже не помнить того, о чем они говорили в начале встречи с врачом. И вот как раз действительно умение провести на этапе консультации вместе, оценить состояние лица, а далее очень четко прописать индивидуальный план. И важно, чтобы план с ними тоже остался. Это принципиально важно при работе с такими пациентами. Селфи-синдром это как раз здесь. Вот здесь как раз это проявляется. Очень важно показать себя окружающему миру в разных ракурсах. Это мотив для такого психотипа пациентов. Валерия, можете что-то еще добавить к желтому? Да, вот для меня, как для врача, это соскальзывание с темы на тему. То есть их надо держать в рамках определенного, скажем так, направления беседы, потому что консультации с такими пациентами могут длиться часами. И в итоге, конечно, перед тем, как все-таки приступать к процедурам, зафиналить то, что вы сегодня делаете, как вы делаете, какой реабилитационный период, потому что такие казусы, я думаю, бывали в случае каждого доктора. Маленькое отвечение темы, но в тему лирическое отступление. Когда я работала с врачами, а именно врачами клиник, основная проблема, которыми врачи делились, это как раз были пациенты из этого квадрата, потому что вот этот соскальзывание, оно каждый раз приводит опять к перестановке договоренности, к которому уже пришли. Поэтому вот благодарю, что вы сейчас тоже с своей точки зрения прокомментировали этот момент. Коллеги, вот третий психотип, о нем тоже Валерия уже сказала, это зеленый психотип, это как раз те, кому кто-то из окружения сказал, что нужно обратиться в клинику и сделать себя лучше. Это люди, которые как раз ориентируются исключительно на мнение окружающих людей и здесь, как правило, всегда внешняя мотивация, не внутренняя мотивация. И что характерно для поведения таких пациентов. Внешне они производят впечатление очень мягких и тихих людей. Всегда идут в клинику по рекомендации от близких людей. То есть, если они пришли, это всегда рекомендация была от кого-то. Он ориентирован, такой пациент, на мнение врача, слушает врача, но при этом очень сильно зависит от мнения близких людей. Поэтому, когда Валерия прокомментировала, что если мы понимаем, что перед нами такой пациент, очень важно, чтобы на следующий прием визит на консультацию, в частности, пациентка пришла с мужем. И действительно, по факту, оказывается, что вся дальнейшая консультация будет выстраиваться именно с мужем, потому что это такой психотип, такое поведение человека. Предпочитают проверенные временем процедуры. Это люди, которые очень, скажем так, боязливо относятся к каким-то инновационным подходам. И среди этой категории пациентов, как правило, большое количество встречается тех, которые пробуют первый раз что-то сделать со своим лицом. Поэтому эксперименты не про них, про них самое главное, чтобы заручиться поддержкой окружения и врача самого. Это вот как раз зеленый психотип. Валерия, будьте добры, прокомментируйте, пожалуйста, что-то добавьте еще. Да, из своего опыта могу сказать, что это пациенты, которые требуют очень внимательного подхода, заботы, я бы сказала, даже со стороны врача, они нуждаются в этом. И если упустить вот этот момент заботы, вовремя не словить то, не поймать то, что их может оттолкнуть или им что-то не понравилось, они так же тихо разворачиваются и уходят. К сожалению, да, есть такой момент. Да, это действительно проявляется в их поведении. И, кстати, говорят, когда мы говорили о страхах, вот здесь больше всего страхов бывает. Эти страхи очень важно все проработать в дискуссии вообще не с врачом. Коллеги, полторы минуты на то, чтобы познакомиться с синим психотипом. Здесь что очень важно, это люди, которые сами подходят к выбору клиники. Ключевое слово осторожно. Они проверяют все о той клинике, в которую идут. Они любят цифры, факты. Это те пациенты, которые могут просто во время консультации попросить показать реальные цифры, может быть, даже исследования предоставить, да, любые сертификаты, какие только есть. Это люди, очень любящие точную, конкретную, емкую информацию. Много уточняющих вопросов идет. Готов последовательно выполнять рекомендации врача, кстати, самые дисциплинированные, это именно этот психотип. Готов к системному уходу, как раз это очень важный момент, любят комбинированные процедуры, и вот здесь как раз не гонятся за вау-эффектом и быстрым результатом. Здесь должно быть все естественно, если мы говорим о эффекте. Поэтому вот такой тоже интересный психотип. Валерия, будьте добры, пожалуйста, что-то от себя тоже добавьте вот к синему пациенту. Ну, я коротко, что эти пациенты зачастую приходят не на одну консультацию, они ходят, ходят, ходят по клиникам, и зачастую возвращаются, при этом в следующее череда еще повторных уточняющих консультаций, и им, безусловно, можно демонстрировать результаты на примерах своих пациентов, если такие есть. Да, замечательно. Поэтому, когда мы говорим о доверии между врачом и пациентом, это как раз способность врача и пациента выходить в одно психологическое поле, чтобы было комфортнее общаться обеим сторонам. Это вот как раз про психологию в общении между врачом и пациентом. Нина Сергеевна, ровно 13.00. Супер! Спасибо вам огромное, мы вам очень признательны, и я надеюсь, вся наша аудитория, нам не удалось задать вопросы, но я жду, что и спикеры, которые были с нами раньше, и наши слушатели с удовольствием в чате напишут вам то, о чем мы не успели им рассказать. Спасибо вам огромное. Благодарим, благодарим. Надеемся на взаимное сотрудничество долгие годы. Спасибо большое.